Дед Петруха приходит в авдеку и спрашивает, у вас сметана есть? Аптека шо отвечает, нет, у нас нет. Дед Петруха спрашивает, а у вас копченая колбаса есть? Аптека шо отвечает, нет, откуда? Дед Петруха спрашивает, а рыбка вяленая есть? Аптека шо отвечает, да нет же, мы такими вещами в аптеке не торгуем. Дед Петруха говорит, плохо торгуете? Аптека шо говорит, это я-то плохо торгую, давай посмотрим, ты встань на мое место, а я попробую у тебя что-нибудь купить, посмотрим, как ты будешь торговать. Дед Петруха говорит, согласен. Дед Петруха встал за стойку, аптека шо подваливает к окошечку. Дед Петруха, у вас красная икра есть? Дед Петруха говорит, есть. А шоная икра есть? Дед Петруха говорит, есть. О, тогда мне, пожалуйста, сто грамм, одно и сто грамм, другое. Дед Петруха говорит, а у вас рецепт есть? А кто, а кто это ж? Малкая девочка играет в песочнице. Недалеко сидит его мать. Отдыхает и немного подглядывает за ней. В соседней песочнице играет два сиганенка. Брат и сестренка. И что-то говорят между собой на своем языке. Малкая девочка подходит к ним и хочет заговорить. Но те не понимают. Мать говорит ей. Света, они на другом языке разговаривают. Тебя не понимают. Девочка спрашивает. На другом. Секунд 30 стоит, смотрит и потом говорит. Хелло, майн френдс. Они птика. Командир роты решил отправить солдат на Камазе за двумя мешками цемента на другой конец города. Потому что там они стоят дешевле на 50 рублей, чем на соседнем строительном рынке. Но правда, что он не учел, что топливо на это потребуется в эквиваленте самих мешков цемента. А бойцы ушли. И поэтому соляру продали. Купили два мешка цемента в соседнем рынке. А остальные деньги пропили. Вот такая вот экономика. Фондинка решила похудеть. И почитала об этом литературу. И решила пойти в спортзал. Через два с половиной часа тренировок она рассказывает своей подруге. Ой, это указывается посещение спортивного зала. Действительно помогает похудеть. Подружки спрашивают. А сколько килокалорий ты сожгла? Фондинка говорит. Дело не в том, сколько килокалорий я сожгла. А в том, что целых два с половиной часа ничего не жрала. Блибочка. В одной воинской части ждут проверяющего. А в казарме холодно. Командир части говорит потененным. Если будете жаловаться, что температура мало, потом смотрите у меня. Личное устрою райскую жизнь. И так приезжает проверяющий. И как будто случайно заходит в самую прохладную казарму. Смотрит и спрашивает. Что-то зябко у вас. Какая тут температура? Командир роты говорит. 10 градусов. Полковник спрашивает. Чего 10 градусов? Капитан говорит. 10 градусов шаре, товарищ полковник. Как приготовить мясо? Заходишь на кухню. Берешь в холодильник любое мясо. Бросаешь его на сковороду. Прибегает жена. И выгоняет. Говоря. Иди сама приготовлю. Через 30-40 минут мясо готово. Я всегда так делаю. И вам рекомендую. А что делать, если ты жена? Простишь мужа приготовить любое мясо. И у тебя есть время 15 минут, чтобы отдохнуть. Потом, когда придешь на кухню, не забудь спрашивать, сколько раз он уронил мясо. Смотрите канал, где 21, смеяться полезно, врачи договорят.